Что? Сколько вы интересуетесь? Что у вас там в рюкзаке? Вещи. А вы кто? Я охранник. Как вас зовут? Пожалуйста. А зачем мои вещи становись? Ну бог везна, что у вас там. Нет, бог везна. Ну позовите, если хотите. Зачем? Мне туда надо. Ну пусть туда подходит, я тут, я ж никуда нет. Пойдемте. Сейчас рюкзак большой будет. Сейчас все с большим рюкзаком ходят. Нет. В батарейку туда воды кинут и все. Проводов куча. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы куда у нас? На участок. А вы что снимаете? Что снимаете? Документацию. Сколько цель интересуетесь? Чем интересуетесь? С какой целью интересуетесь? Просто снимаю. А нельзя тут? Ну вряд ли. За разрешение председателя. А тут разве не общественное место? Здесь общественное место. Не, ну а что, что такого-то? Ну вы будете снимать, а я вам не хочу. Подойдите-ка здесь, брать на комиссию, там есть 60 лет. Ну вы, мне кажется, много хотите, если честно. Я не могу. Что такого? Я ж никому не подхожу. Ничего не делал. Ну и что? У вас тут две камеры, которые транслируют на весь мир. Я понимаю. Я тоже для этого хотел бы сделать пару фотографий. Можно я его председателю получу разрешение? А вы где писатель для вас? Писатель для вас. Писатель для вас. Страхуют еще. Да. Не, я никакие персональные данные там, мне вообще не нужно. У меня чисто общий план. Не, просто здесь как бы сейчас идет запечатательная камера. Целек безопасности, мы не знаем, что вы. Вы должны зарегистрироваться, она там вас пропишет. Пожалуйста, аккредитацию получится, снимайте. Как бы она принимает решение здесь, что вам делать. Какая сложная процедура. Такая сложная процедура, к сожалению. Понятно. Какой-то там. Здравствуйте, что случилось? Кто меня здесь снимал? Просто вашего разрешения. Мы даем разрешение, конечно, вы можете снимать. В смысле, фотография чего? Ну, УИК. А, пожалуйста. А вам письменное нужно? Для меня просто как бы я, вы что-нибудь будете пустить? Нет, все правильно. У них задача такая, что фото-видеосъемка с нашего согласия, потому что мы, члены комиссии, должны контролировать, что вы не снимаете персональные данные. Нет, это нормально. Вы по-видимому правильно. Это просто административный вопрос. И нет, право снимать, если не лезут в книги. Все, все. Я вас в связи с этим. Все. А, то есть не требуется? Нет, письменного разрешения не требуется. Нет, а у вас его надо? Сотрудникам полиции достаточно моего устного согласия. А, оно надо, да? Устное согласие. Ну, поймите право. Как он знает, да, что... Когда взаимодействует несколько структур различной подчиненности... Нет, мы же... Если какой-то здесь существует запрет, он должен быть на основании закона. На основании закона существует запрет на фото-видеофиксацию данных, персональных данных. То есть... Нет, сейчас я по поводу персональных данных... Они же находятся на участке? Нет, нет, я здесь выяснил. Персональные данные нельзя в никаком случае. Это закон о защите персональных данных. Да, точно так же... Это не разрешение. Я в части... Это не разрешение. Устное разрешение на... Вот ЛИК сфотографировать. Надо его получать? Вообще нет. А, то есть они заблуждаются. Просто... Мы же не просили персональные данные. Мы ЛИК хотели... Пожалуйста. А они говорят, нельзя. Дело в том, что, видимо, знаете, сотрудники полиции назначаются от раза к разу разведшими. Возможно, просто он не опытный. А ранее у меня таких проблем не без них. Я понял. Просто он не опытный, я понял. Все, вопрос снят. Такое бывает, да. Такое, конечно, бывает. Нет, действительно бывает. Я пойду, когда я вам скажу, что председатель человеческой комиссии просто расценивает действия сотрудников полиции как опытные... Я оцениваю его сотрудники, я только предполагаю. Правильно. Мы тоже с вами согласны предполаганию, если честно. Я могу только предполагать. Ну, все, значит... Предполагительный форм. Да, конечно. Это просто недопонимание, извините. Спасибо, что мы тогда поставим в известность. Я тоже, я как юрист, могу сказать, что, конечно же, такого заренда нет. И, конечно... Никакого разрешения получать не нужно. И я вам тогда помешу, чтобы он был в курсе. Хорошо, пожалуйста. В курсе законодательства врачей, в федерации, которую он охраняет туда? Да. Он лежал. А его, наверное, со входа поднялся, чтобы посидеть просто на тепленьком месте. Все, товарищ полицейский, мы все выяснили. А пошел? Все выяснили. Значит, первый момент вы забыли представиться. Это статья 5-я закон о полиции. Ну, ничего страшного. А что-то ко мне подошли как-то не совсем. Да, вот там как раз об этом и говорится. Даже в случае обращения гражданина, полицейский сотрудник полиции должен представиться. Назадься выложить фамилию, вы внимательно выслушайте. Если вопросы не имеют компетенции, поверните их с нами, куда они должны обратиться. Но вы это все забыли. И вот, что мне сказал председатель участковой полиции по поводу видеосъемки. Она говорит, что сотрудники бывают разные, а этот просто неопытный виден. Вот, мы с вами у вас известно, что никакое разрешение получать не нужно. Спасибо. Чтобы вы знали, в нас в следующий раз. Хорошо, хорошо. Всем всего доброго. Можно я вам встречу еще момент один скажу? Да. А если вы, просто уточнение, что может быть на будущее тоже, как вы говорите. Если вы являетесь представителем какой-то организации и хотите провести съемку на участке, в смысле официально, то как бы зарегистрируйтесь, пожалуйста. Если вы просто как избиратели пришли, сфотографировали и ушли, пожалуйста. У нас там даже специальное оборудование установлено для фотографий избирателей, посетителей. То есть, если я от организации, вот, например, я делаю... Более журналисты. Например, журналисты пришли репортажные. Я, к примеру, гипотетически. Тогда вам нужно подойти к секретарю и зарегистрироваться, что вы пришли на участок. Вы журналисты, имеете разрешение, вы тут будете проводить съемку. То есть, получается, если я... Если вы в частном порядке, как физическое лицо проводите съемку, вы можете сделать свободно, не нарушая законы, да, которые мы с вами обговорили. А если журналисты... А если официально вы приходите, например, снимать репортаж, там, для телепередачи, какой-то там, фоторепортаж для газеты, какого-то журнала, тогда у вас там, если есть направление, либо удостоверение сотрудника, ну, как это, да, средств массовой информации. Могу что-то говорить? Да. Спасибо. То есть, если я не объявил о том, что я являюсь журналистом, то и не уведомляю, не отмечаюсь в журнале, в последующем, если я опубликую это в средствах массовой информации, соответственно, я допущу, тем самым не зарегистрируясь, какое-то право нарушение. Нет. Единственное, что вы можете... Что может повлечь за собой такого рода съемка? Это если кто-то, физическое лицо, кто-то из избирателей, да, может увидеть, какие-то будут у него претензии в плане вашей съемки, если он попал в кадр к вам. Но это уже будет обращение физического лица к физическому лицу. А как административный орган... Опять пропал куда-то журналисты у нас получается. Нет. Мы сейчас говорим о случае, если вы не регистрируетесь. Так. А если вы регистрируетесь, то как бы за это будет... В случае каких-то любых вопросов, претензий к вашим фото-видео-материалам, отвечать будет организация, которая вас направила и выдала вам удостоверение. Ко мне гражданскую претензию иметь только в том случае, если я являюсь журналистом. Я так понял, что если я не журналист, мне никого уведомлять не нужно и регистрироваться не нужно. Да. В этом случае... Если вы проводите съемку не для официального, а для личного плана. А если для официального возникает правонарушение, заключающееся в том, что гражданин может потом впоследствии обратиться в суд с тем, что его изображение попало в средство у нас. Если оно его не устроит. Если оно ему не устроит. То есть гражданско-правовые отношения возникают, правильно? Да, возникают гражданско-правовые отношения, которые к нашему процессу, к комиссии, к полиции и вообще к дню выборов отношения не имеют. Это уже будет выяснять это частное лицо, конкретно с вами, либо с организацией, где вы работаете. Хорошая юридическая консультация, но в калочках, конечно, я это произношу. Поймите правильно, я даю ту информацию, которую имею. Я просто как и есть делаю для себя новые открытия. Ну что ж, я буду знать, или это немножечко есть, конечно, кое-какие несостыкные. Давайте мы не будем, я тоже по профессии. Тем не менее, это самый грамотный, по-моему, вообще. Вы председатель участковой избирательной комиссии? Да, председатель комиссии. Меня зовут Татьяна Александровна. Сегодня самый грамотный председатель участковой избирательной комиссии, которую мы увидели, если честно. Спасибо, мне приятно. Нет, правда. У меня большой опыт работы, наверное, поэтому. Ну да, может быть, опыт сказывается. Да, все. Если у вас еще есть какие-то вопросы. Да, надеюсь, у нас все пройдет без нарушений. У нас без нарушений пока все, спасибо. Вот человек, видимо, оперативник тоже, видимо. Без лишних слов просто лид за безопасностью правильно выполняет свою деятельность. Все правильно. Я могу идти, у вас больше нет вопросов? Да, к вам вообще нет вопросов. Субтитры делал, ликбез провел. Вы теперь знаете немножечко больше закона разницы. Операции, вот с чем я вас поздравляю. И я вас поздравляю также с праздником. Да, с праздником, конечно. С праздником. До свидания, да. До свидания, всего доброго. Я вас поздравляю с праздником митинга. Сегодня проходит митинг против опекционной форумы. Так что с этим праздником я вас всех поздравляю. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...